Вы не имеете права, вы просто одна и та же шайка, ребят. Не надо рассказывать. Диалог собственников общежитий с жильцами не складывается уже несколько месяцев. Тем более, что раньше в ход шла дипломатия кувалды. Ребята, вы что делаете? Косметический ремонт, как его называют в компании собственники «Пионер Финанс», предполагал разбор до основания пола и встроенной мебели. Зацепили и несущую стену, жалуются жители, с боями отстаивая свое единственное жилье. Большинство заселилось сюда еще до развала СССР по комсомольским путевкам, устраиваясь на работу в Моспромстрой. Со своей проблемой жители обращались к местным властям и в правоохранительные органы. Но даже когда общежития начали изучать эксперты-криминалисты, конфликт развивался. У нас уже начали ломать жилые помещения на этажах, где проживают люди с детьми. Угрожают людям. У нас начали убивать животных, в частности, убили моего кота. 24 сентября нам отключили горячую воду, нам отключили лифты, нам отключили интернет. Они бы, жилые комнаты наши, начали бы разрушать этими кувалдами. Что глава управы, что полиция. А вы, говорит, не ходите там и не бегайте, там, где кувалда, и машут. 9 ноября компания «Собственник» решила сменить тактику переговоров, анонсировав кардинально другой подход. Вектор прежней переселения жильцов в другое общежитие в индивидуальном порядке с последующей приватизацией под чутким контролем юристов компании. В судах движение дел о выселении приостановлено, уверяли представители собственника. Обществом начали капитальный косметический ремонт данных зданий с привлечением подрядных организаций специализированных. По началу проведения ремонта было понятно, что у зданий является существенный износ. Соглашаться на переезд жители не торопятся, опасаясь, что после выписки из единственного жилья их куда проще будет оставить вообще без клюша над головой. «Пионерфинанс» уверяют, что сотни жителей этих общежитий никто на улицу усилять не собирается. По закону их должны были перевести в муниципальный жилой фонд, но предприятия приватизировали, а дома общежития продали. Одно из них уже оформлено как нежилое, а на сайте ЖК Ньюфорум по адресам этих общежитий с июня предлагается забронировать покупку апартаментов или квартиры с отделкой площадью от 11 квадратных метров и стоимостью от 3 миллионов рублей. Следственный комитет тем временем продолжает доследственную проверку по статье «Самоуправство». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова